Всем привет, друзья! Вы на игровом канале Барона Графона. И сегодня вас ждет новый выпуск баронского закупа, закупа игр на Nintendo Switch. Сегодня я снова покажу вам и расскажу, какие игры пополнили мою коллекцию. Вместе с вами посмотрим на физические версии игр, немножко расскажу про сами игры, зачем их приобрел, есть ли в играх русский язык, ну как мы с вами всегда это и делаем, друзья. Очень надеюсь на вашу поддержку и подписку на канал. Давайте наберем до нового года 4000 подписчиков, друзья. Буду вам очень сильно благодарен. Ну что ж, поехали! И начать сегодняшний выпуск я хочу с мега обновы. Прямо зайти с козырей и показать вам главную обнову, то, что я никогда не показывал на своем канале. Это действительно будет изюминкой, таким, знаете, настоящим изумрудом моей коллекции. Ну что ж, друзья, готовы? Вы точно не готовы были увидеть на моем канале, но я даже немножко волнуюсь вам это, друзья, это показывать. Это обнова просто невероятная. Это у нас мороженое, стаканчик, супер Марио. Тут у нас и лицензия Нинтендо, тут у нас великолепнейший вкус. На самом деле, друзья, это, конечно, шуточная обнова, это просто... Увидел персонажа Марио, решил взять, пробовать, что такое замороженное. Естественно, никакой лицензии Нинтендо здесь нету. Просто использование интеллектуальной собственности Нинтендо. Нинтендо-юристы уже выехали, я думаю, к производителю мороженого. И мороженое в себе отвратительное. Химозный стаканчик. Вы представьте, типичный стаканчик, пломбир с шоколадной крошкой. Просто невкусное мороженое, отвратительное, выезжающее только на Марио, который заказан даже в Супер Марио, не станет ничего придумывать, просто сплагиателем названия, шрифт, самого персонажа. Просто использовали Нинтендо-юристы, как я сказал, уже выехали, выехали источник. Скоро это мороженое попадет из прилавков. На самом деле, друзья, не берите никогда невкусное, отвратительное и не стоит вашего внимания. То есть, Марио нарисован, не делайте это мороженое вкусным. Это плохое мороженое, просто вам показалось, чтобы вы не брали. Если вы фанат Нинтендо, не берите это мороженое. Возьмите, кто более качественное. Это не мороженое, просто кусок какой-то пластмассы, невкусное, отвратительное мороженое, друзья. Но теперь перейдем к настоящему уже полноценным обновам сегодняшнего баронского закупа. После такого обновления в коллекции, как мороженое Марио, мне даже стыдно показывать то, что я покажу дальше, друзья. Потому что просто это ни о чем обновы. Ну, начнем с первой обновы. Естественно, это Нинтендо Switch Lite Hyrule Edition. У меня было прошлое видео на канале, где я делал распаковку этого здания. Сейчас, друзья, не буду показывать, потому что там есть подробно. Мы с вами смотрим внимательно все узоры и изображения этого Нинтендо Switch Lite. Сейчас пользуюсь, в принципе, годная консоль. Не будем с вами долго про нее рассказывать, просто я вам показал, чтобы вдруг вы не видели тот ролик, могли перейти, буквально прошлый ролик, и посмотреть распаковку. И мое мнение, зачем я себе приобрел эту консоль, и что я планирую с ней делать дальше. Так как вы знаете, у меня была другая Нинтендо Switch Lite. Я ее продал и снова купил себе еще одну Нинтендо Switch Lite, который дизайн мне действительно привлек. Очень классный, такой золотой, с интересным изображением. Вот таким и обратной стороной. Классненькая обнова, конечно, но уступает мороженую по Марио. Я думаю, все будут согласны с этим. Перейдем с вами уже, наконец-то, к играм на Нинтендо Switch. И первая игра на сегодня, это Saints Row The Treat The Full Package. Что из себя представляет игра? Ну, я думаю, все знают, что это за игра. Это многие называют так клоном GTA, но действительно, это открытый мир. Мы играем за банду святых, которая сражается с другими бандами в этой части. Тут DLC входит, очень много, большое количество DLC входит в комплекте. У нас большой город, много разного транспорта, оружие. Очень специфический сюжет, очень такой, знаете, упоротый. Кто-то говорит, что это упоротая GTA, но действительно, очень много всего такого специфического юмора, квестов и так далее. Действительно, эта игра, действительно, 18+, потому что очень много такого контента, взрослого, так скажем, и многие могут это не зайти. С этой игрой я познакомился на PlayStation 3, впервые в нее поиграл. Ее раздали на PlayStation Plus в те времена, когда PlayStation 3 была актуальной консолью. Поиграл, прошел полностью, и игра мне действительно понравилась. На Nintendo Switch очень долго откладывал покупку. Кто смотрит мои воронские закупы регулярно, в моем самом первом выпуске я показывал обнову четвертой части Saints Row. И, как видите, столько лет я не покупал все третью часть, все что-то ждал. Потому что у меня была в цифре она куплена, и я в цифре ее прошел, и как-то думал, просто попозже куплю. И, наконец-то, приобрел все третью часть в коллекцию. И, наконец-то, все части Saints Row приобретены. Разработчик закрылся, к сожалению. Поэтому, чем и ценные физические версии этих игр. Третья часть шикарная, мне очень нравится. К тому же, здесь все делаются на картридже, есть русский язык. Годненькая игра, покупала в обычном магазине. Где не можешь просто забить Saints Row Z3 и купить. Цена у них примерно 2-3 тысячи, где-то вот так стоит картридж. Я считаю, что если вы ищете какой-то такой клон GTA, очень хороший, интересный, с идеальным юмором, с открытым миром, большие локации, много разного транспорта, много интересного разного оружия, интересные сайт-квесты. Годная игра, друзья. Отправляем ее на полочку, к четвертой части. Следующая игра. Это Uden Chronicle Rising. Что из себя представляет игра? Это очень красивый 2D-платформер с элементами экшена, с элементами RPG. Мы играем за охотницей, за сокровищами, путешествуем по очень красивому миру. У нас есть деревня, естественно, прокачиваем наше оружие. Также у нас есть компаньоны, с которыми вместе путешествуем, улучшаем способности, прокачиваем оружие, какие-то предметы крафтим. Наши способности с нашими друзьями тоже изменяются со временем, появляются общие атаки. По геймплею игра выйдет интересна. То, что есть большое развитие здесь, здесь есть деревня. Мы ее улучшаем, расширяем, прокачиваем. Также открываются новые предметы в магазинах. И сюжет, в принципе, тоже неплохой, интересный. Тут очень много разных локаций, красивые арты. Не знаю, как игра выйдет на Nintendo Switch, но то, что я видел по геймплею, игра выйдет действительно интересна. Тут у нас и пещеры, катакомбы, развалины, природа, города. Все выйдет достаточно классно. Ну и к тому же такой анимешный стиль. То, что привлекает лично меня. И к тому же, друзья, здесь есть русская локализация в виде текста. Поэтому, если кто-то ждет какую-то интересную такую платформер-RPG-экшн, можете присмотреться к этой игре вполне интересной. Наполнение. Наполнение здесь тоже есть. Несколько карточек. Давайте сами посмотрим эти карточки. Вот такой вот здесь внутренний арт с изображением природы. Ну и карточки. Тут несколько карточек. Сейчас я вам покажу с персонажами этой игры. Вот первый персонаж. Карточки такие, знаете, очень мягкие. Такие, там, с казательского материала. Даже не могу сказать, какой-то такой-то очень мягкий картон. Такой, знаете, лакированный. Это наши главные герои, с которыми мы путешествуем. Собираем сокровища. Прокачиваемся и так далее. Интересная боевка здесь. Действительно, боевка со временем нашего уровня прокачивается. Появляются общие атаки. За счет чего проходить игру более интересно и разнообразно. Вот такое-то здание. В принципе, обычная стандартная. Игра неплохая вроде бы как. Я смотрел несколько обзоров. И игру хвалят. Сам пока что еще не поиграл. Но то, что есть и русская локализация есть, тоже, естественно, привлекает. И сам визуал игры действительно интересный. Отправляем игру на полочку. Следующая игра. Это у нас Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge Anniversary Edition. Что из себя представляет игра? Это Beat'em Up по черепашкам ниндзя. Ну и к тому же это физический релиз уже второй. С DLC есть оригинальный релиз, где только игра. А на этом картридже есть DLC, где добавлены новые персонажи. Вот эти двое кролик. Персонаж, не знаю, как зовут. И также есть несколько еще дополнительных режимов, которые входят в это DLC. Вот здесь как раз указано это. Зачем я купил себе это издание? Потому что мне нравится, когда и сама игра на картридже, и также и DLC. К сожалению, по внутреннему наполнению все достаточно скромненько. Только внутренний арт. И, друзья, как вы знаете, у меня есть оригинальная версия этой игры без DLC. Просто игра Shredder Revenge. Но здесь есть наполнение хорошее. Это у нас брелок пицца и небольшой артбук. Я вам показывал в одном из выпусков Бронского закона. Там характеристики персонажей, разные приемы и так далее. Это такая же ситуация, как Dead Cells. Кто смотрел видео про Dead Cells, знает, что у меня есть две версии. Одна где два DLC, другая уже полноценная, уже с большим DLC по Castlevania. Так и с этой игрой, друзья, придется хранить две версии игры. Здесь ради наполнения, а здесь ради того, что на картридже есть самой DLC. Ну зачем так делать, друзья? Ну к тому же это не окончательное издание. За что я не люблю этого издателя. С одной стороны, даже этот издатель закрывается, он закрылся уже. Но будет еще один физический релиз, друзья. Вышла еще одна DLC с еще двумя персонажами. Еще с каким-то дополнением, которое есть в этой игре. Будет еще третий картридж, друзья. И мне придется его покупать. Пока я вам показывал второй, уже вышла еще DLC. И будет еще одно физическое издание. Физическое издание выходит от Limited Run. Также я видел, что есть японское издание выйдет. Не знаю, вышло ли оно, но нет. Но вот, знаю, выйдет от Limited Run. А также уже существует японское издание. Не знаю, будет ли европейское вот такого же типажа издание. Просто нет Limited Run. Пока что не свидел, друзья. Но придется его покупать тоже. Потому что игра очень классная. Это великолепный битэмап. Шикарный. К сожалению, без русской локализации. Но здесь язык вообще не нужен. Это битэмап. Битэмап, я считаю, язык вообще не важен. Просто все... Понимаешь сам, как, в принципе, играть. Очень классный битэмап. Один из самых лучших в этом десятилетии, друзья. Очень классный битэмап. Большим удовольствием прошел несколько раз. Вот это издание пока что с DLC не проходил. Есть повод пройти. Но, скорее всего, я уже дождусь третье издание. С еще одним DLC. Я надеюсь, он будет окончательный... Вот зачем выпускать физическую версию, если ты знаешь, что у тебя будет еще DLC? У меня будут три издания одной и той же игры. Кто-то скажет, ты, конечно, можешь продать первое издание. Но тут наполнение классное. Здесь артбук небольшой. Брелок. Здесь ничего. Если бы здесь положили брелок и тот же самый артбук, я бы, конечно же, избавился от этого издания. Зачем мне хранить одну и ту же игру в нескольких изданиях? Но так как здесь классное наполнение, я фанат физического наполнения, естественно, я его оставлю. Также это издание, где только DLC дополнительное. Ну, вышло еще и третье издание. Самое DLC уже вышло. Пока что не знаю, есть ли картриджи, вышедшие они или нет. Но знаю, что они нонсированы. Буду его тоже приобретать, друзья. И, конечно же, покажу вам баронский закуп. Если бы игра была плохая, естественно, я бы забил его. Но игра очень хорошая. Прям, если вы любите битэмап, стоит присмотреться к черепашкам Ninja Shredder Revenge. Прям великолепнейшая. Игра проходила ее и на PlayStation прошел. И дважды на Nintendo Switch. Великолепнейший. Естественно, пройдусь DLC чуточку позже. Наверное, дождусь уже третьего картриджа. И уже пройду со всеми персонажами, со всеми режимами эту игру. Классная, в принципе, игра, друзья. Если вам не важно DLC, конечно, можете взять и обычное СП издание. Но все-таки я фанат такого издания. Ведь Anniversary Edition. Будет еще какое-то издание. Зачем так делать? Но что имеем, то имеем, друзья. Отправляем. И это издание на полочку. Следующая игра. Это Tormented Souls. Что из себя представляет эта игра? Это Survival Horror. Духовный наследник старых частей Resident Evil. У нас тут камерное перемещение. Локации исследуем. Очень красочные, великолепно атмосферные локации. Играем за девушку. Перемещаемся. Все будет очень классненько. Прям видно, чем же вдохновлялись разработчики. Если вы ищете что-то такое похожее на старые части Resident Evil, то можете присмотреться. Естественно, очень много разных головоломок. За головоломки эту игру хвалят. Очень атмосферная игра. Ну и к тому же, друзья, здесь есть русская локализация. Годная, друзья, игра. И, как я сказал, если вы ищете какой-то такой духовный наследник Resident Evil, первых, вторых части, присмотритесь. Очень шикарная игра выглядит. Атмосферная. Чем она меня и привлекла. Не так много таких игр на Nintendo Switch. Это такой годный наследник, который фанатов точно не отпустит до самого конца. У игры положительные отзывы. Давайте посмотрим, что же находится внутри. У нас здесь вот такой вот внутренний арт с разными монстрами, с локациями. Ну и так же, здесь есть еще карта. Вот такая вот карточка. Со всеми локациями. Их очень много. Интересные. Для тех, кто любит такие закрытые помещения, где нужно самому искать выход и так далее. Камера сделана, как реально, в первых частях Resident Evil. Все очень классненько, в принципе, выглядит. Игра этим меня и привлекла. Мне нравятся такие игры. И в последнее время что-то я прям подсел на разные хоррор игры. И фильмы стал смотреть такие страшные. Никогда не любил страшные фильмы. А сейчас что-то прям потянул на них. Вот и игры такие тоже люблю. Хорошая игра, как я считаю, приобретение в коллекции. Не так много у меня хоррор игр. Но эта игра меня действительно привлекла. Эту игру отправляю на полочку. В принципе, годный такой наследник. Духовный наследник тех самых игр. Далее у нас сборник сразу двух игр. Это Enter the Gungeon и Exceed the Gungeon. Если говорить про первую игру, это у нас Рогалик. Достаточно интересным таким лором. Мы постепенно опускаемся вниз. Внизу находится, по легендам, легендарная. Оружие. Это такой действительно динамичный экшен. Тут у нас очень много разного вида оружия. Динамика. Чем меньше мы получаем урона, тем наше оружие прокачиваемся. Зачищаем локации. Они, естественно, генерируются. Интересная локация. Очень классное наполнение здесь есть. Русская локализация есть в первой и второй части. То есть полностью в каждой игре. Именно текстом. Очень классная атмосфера у игры. Мы спускаемся вниз. Каждый новый этаж. Зачищаем, опускаемся ниже. Но это, знаете, первая часть такой духовный наследник Айзека. Кто знает такую рога и кто-то поймет. Тут тоже, в принципе, то же самое. Опускаемся ниже, прокачиваемся, улучшаем наше оружие. И двигаемся к самому главному финалу. К месту, где хранится, в подземелье, где хранится главное легендарное оружие. Сражаемся с врагами. Очень выглядит динамично, красочно на экране. Пиксельный такой арт. Достаточно годненький. Я, в первую очередь, покупал эту игру ради первой части. Ну, потому узнал, что здесь на картридже есть еще и вторая часть. Вот такой здесь внутренний арт. Если говорить про вторую, то тут наоборот. Во второй части мы, наоборот, из этого подземелья, где находилось легендарное оружие, поднимаемся наверх, на лифте. То есть, геймплей состоится из того, что он такой у нас горизонтальный. Мы поднимаемся, отстреливаем врагов, пока поднимается лифт. Лифт останавливаемся, зачищаем рандомную локацию, пару комнат. Снова садимся на этот лифт и поднимаемся дальше. То есть, здесь наша главная цель выбраться. Тут, наоборот, спуститься, а тут выбраться. Очень классно выглядят по геймплею игры. Такие динамичные. Очень много разного огнестрельного оружия, которое, естественно, меняется, улучшается, прокачивается. И очень такой динамичный, динамичный рогалик. Друзья, прям... Я поиграл в первую часть, играл я, правда, на Иксбоксе. Очень быстро убивает, потому что на это надо очень много времени потратить на рогалики. Но это того стоит, очень годно выглядит. Вторую часть не так сильно хвалят, но первая прям эталонный, эталонный такой рогалик для любителей зачистить локацию и пойти дальше. И посмотреть на Зойку ты долго продержишься. Хорошая игра, хороший сборник отправляется на полочку. Но на этом сборники у нас не заканчиваются. И следующая игра тоже сборник. Это у нас Disney Classic Game Collection, Jungle Book, Aladdin, The Lion King. Это три классических игры от Disney, выходившие на Super Nintendo и на Sega Mega Drive. Я играл в Аладдина, я играл в Короля Льва на Game Boy. У меня был Game Boy Color, где я проходил эти игры в детстве. Поэтому, естественно, решил взять себе этот сборник. Короля Льва очень мало проходил. Где-то первый уровень, два-три уровня меня быстро уничтожали. А Аладдин достаточно долго проходил, даже, возможно, до самого финала проходил. Очень классная игра. В первую очередь покупал ради Аладдина и вспомните Короля Льва. В Jungle Book я не играл никогда. И он тут как дополнение лично для меня. Тут у нас добавили разное наполнение в виде музыки из игр, разных концепт-артов, изображений. Много разных версий. Допустим, у Аладдина несколько версий из Super Nintendo и версия от Sega Mega Drive. Они отличаются. И тут это всё есть. Также есть видеоразработчиков, где они рассказывают про создание игры. Всё на английском языке, естественно. Русского языка здесь нет. И, видите, можешь просмотреться, что находится на этом издании. В принципе, для фанатов сойдёт. Кто-то скажет, зачем покупать себе эмуляторные игры на Nintendo Switch? Ну, лично я играл в Аладдина, мне эта игра очень нравилась. И Короля Льва тоже, в принципе, могу кинуть себе челленджи с детства. Так сказать, в детстве я не мог его пройти, а сейчас могу пройти это на Nintendo Switch. И, наконец-то, опробовать Jungle Book. Тоже будет, в принципе, годно, друзья. Ну, теперь такая немножечко грустная новость. Я знаю, что здесь, в этом издании, есть внутри артбук. И в чём уникальность этого артбука, и в чём жадность разработчиков и издателей? В том, что здесь лежит артбук только одной из этих трёх игр. И появляются они рандомно. То есть, там рандомно лежит либо по Аладдину, либо по Jungle Book, либо по Королю Льву. Ну, вы понимаете, друзья. Две игры я играл в детстве, поэтому я хотел, естественно, по Аладдину и хотел, конечно же, по Королю Льву. То есть, если не будет Аладдин, а то у меня Королев тоже сойдёт. По Jungle Book я, в принципе, не играл в эту игру, поэтому я меньше всего хотел увидеть именно его. Друзья, как вы думаете, какой артбук мне попался? Естественно. Естественно, по Jungle Book. Тут нет никакого внутреннего арта в самой коробочке. Сам картридж с DLC, потому что Jungle Book является DLC. Выходило ещё первое издание, где было только Аладдин и Королев на картридже. Но также вышло второе же издание с ещё одной игрой. Надеюсь, никогда не будет четвёртого издания. Но, кто знает, Дисней достаточно жадная компания. Не удивлюсь, если через год выйдет ещё третье издание, где будет четвёртая какая-то ещё дополнительная игра Диснея. Кстати, если будет с Пиноккио, я буду только рад, потому что в Пиноккио я тоже играл на Game Boy Color. Хотел бы тоже его пройти с удовольствием на Nintendo Switch. Но, с одной стороны, друзья, даже хорошо, что именно здесь Jungle Book находится, потому что в эту игру не играл, и по ней будет как раз интересно изучить все разные материалы. Может, с другой стороны, даже мне повезло. То есть, Валадина я играл, даже проходил, скорее всего, не помню, вроде как я очень далеко продвигался, возможно, я его проходил, потому что это было очень давно. А вот Jungle Book я не играл, поэтому можно будет изучить этот артбук. Давайте самим его полистаем. Он очень красочный. Действительно. Естественно, всё на английском языке. И, с одной стороны, может, даже мне действительно повезло, что именно Jungle Book здесь. Но я, естественно, всё это оправдываю. И, конечно, я хотел себе Паладину. Ну, что есть, то есть. Но это сделано, знаете, так, чтобы фанатов, кто хочет собрать все артбуки, приобрести себе ещё два издания, они здесь рандомные, ты же не знаешь, какой там вот находится внутри. Единственный вариант покупать был версии, где тебе уже продавец покажет, какое там издание артбука находится. Коллекционер, конечно же, купит себе три издания с разными артбуками по разной игре. Я, естественно, не буду собирать, потому что, ну, я не столько коллекционер, чтобы покупать себе три абсолютно одинаковых игры, только ради бумажки и с каким-то описанием игры, только уже другой. Не настолько я коллекционер, поэтому мне этого издания будет вполне достаточно поиграть и, возможно, изучить вот этот небольшой мануал по джанглбуку. Вот такое вот издание, игр, в принципе, неплохой такой сборник, хоть и достаточно жадный сборник со стороны разработчиков. Я отправляю на полочку. Следующая игра это относительно новинка. Не так давно она вышла, но и к тому же это и сузив Нинтендо. Это у нас The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Это новая полноценная часть Зельды, не ремастер, не ремейк, а действительно отдельная игра. И чем она уникальна? То, что впервые в серии именно из тех игр, что делала сама Нинтендо, где мы играем не за Линка, как обычно, вот этого персонажа, а за саму принцессу Зельду и геймплей от этого очень уникальный. Ну, чуточку об этом позе поговорим. Вначале поговорим о физическом издании. Это у меня европейское издание, но с подвохом, потому что все описание здесь указано на испанском языке. Но это не так страшно, потому что лучше так, чем были какие-то китайские иероглифы. Ну, лично мое мнение. Но в игре есть русская локализация, поэтому это не так страшно даже в этом издании. Естественно, оно здесь должно быть. Так, здесь есть внутренний арт. Вот он такой. В чем же уникальность самого геймплея? У нас принцесса Зельда. Она не сражается. Хоть и тут есть элементы, где она может сражаться мечом, но это короткая способность, которую она может использовать, прокачивать. Но все-таки в основную часть времени у нее есть такой посох, как видите у нее в руке. И она во время игры может копировать разные предметы, которые разбросаны на локации. С помощью них строить разные себе мостики, притягивать предметы с помощью спутника, который сопровождает это существо. Разные способности активировать. Также мы можем копировать монстров, с которых сражаемся. Сначала их побеждаем и копируем их с тех же самых монстров. Потом эти монстры за тебя сражаются. Я когда впервые видел геймплей этой игры, когда эту игру анонсировали, меня задался только один вопрос, а не будет ли это скучно? Потому что я привык именно сражаться в серии Зельда, решать головоломки разные. А здесь нас заставляют именно включать голову как-то по-другому. Тут надо именно комбинировать предметы, строить разные лестницы, разные головоломки решать с помощью предметов, которые у нас есть. Не будет ли это скучно? Не будет ли это каким-то симулятором копания в инвентаре? Потому что он будет достаточно большим под конец игры и каждый раз там копаться, чтобы найти определенный предмет. Я поэтому эту игру сильно-то и не ждал, потому что, ну, игра меня чем-то этим отпугнула, то что геймплей, она очень другая и мне показалось, что она может быть скучной. Поэтому эту игру я не ждал на релизе. Конечно же, когда эта игра вышла, она стоила где-то по 8 тысяч рублей, многие ее покупали, я, естественно, не стал брать на релизе, потому что, ну, это 8 тысяч за игру, которая мне... Нет такого прям сильного желания в нее играть, я не стал, естественно, подождал, скидочка, цена упала в 2 раза, тогда я эту игру себе и приобрел. Приобрел европейку, как я сказал, с испанским языком, но это не так страшно, главное, что есть русский язык в этой игре. Сейчас я прохожу эту игру, наиграл где-то часа 3, прошел уже первый данж, сражаюсь с монстрами, уже новые локации открываю, игра действительно такая большая, то есть много разных интересных локаций, изучать мир игры интересно, комбинировать персонажей тоже, но, друзья, не могу вам сказать, что игра пока что не зашла, то есть за эти 3 часа игра пока что не заходит, не знаю, ну, я надеялся, что Nintendo, допустим, так же было с Mario Wonder, который тоже анонсировал, показывал геймплей, и она для меня оказалась очень специфической, какой-то странной. Когда я поиграл в эту игру, я считаю, одну из самых лучших игр на Nintendo Switch, я так же думал с Zelda, что я поиграю в Zelda, и все мои скепсисы просто уйдет на нет. Сейчас играю в эту игру, наиграл где-то около 3 часов, как я сказал, и пока что игра меня прям сильно не увлекла. Да, она интересная, интересно решать головоломки с помощью этих предметов, которые ты находишь, разгадки какие-то разные, изучать мир, это все интересно, но не захватывает, нет такого, что это офигенно, какая интересная игра. Пока что прохожу, но, знаете, это такой момент, что если появляется какая-то более интересная игра, то я, скорее всего, на нее переключусь. Пока что играю, в принципе, интересно, нормально, но нет такого, знаете, что прям захватила игра, как делает обычный Нинтендо, но лично мое мнение, друзья, пока что не захватила игрушка. Может быть, все в геймплее отличается. Я смотрел, до того, как купил эту игру, посмотрел летсплеи, разных блогеров, и игра так и осталась для меня по геймплею каким-то копанием в инвентаре, где ты копаешься, ищешь тебе нужный предмет, чтобы куда-то залезть, и так далее. Естественно, есть способность, где Зельда может махать мечом, хоть ограниченное время, но все-таки, друзья, пока что игра меня не захватила, пока что не зашла, так скажем. Пока что игра, возможно, в будущем она для меня раскроется, будет интересно. То есть бывают здесь моменты, когда прям интересно, есть такие моменты, но они как-то быстро угасают. Интересно, но пока что вот так, друзья, вот так могу описать. Интересно, но вот так. Не могу, потому что я мало наиграл, пока что не могу окончательный вывод сделать. Возможно, сделать какой-нибудь обзор в будущем, если нужно будет, пишите в комментариях. Пока что, пока что, это обычная серия Зельда, меня очень захватывает, все игры играл, которые выходили на Nintendo Switch, захватывают с первого часа. Это пока что игра не захватила. Поиграю, посмотрю, пока что по результатам трех часов игра нравится, но нет такого, что мега крутая игра. Пока что она кажется для меня проходником, друзья, не обижайтесь. Пока что, вы понимаете, три часа наиграл, ни о чем еще, поэтому раскроется, возможно, в будущем. Посмотрю, интересно, но, как я сказал, нужно дать этой игре побольше времени, поиграю в нее хотя бы еще недельку, а дальше посмотрим. Да я, скорее всего, пройду ее полностью, потому что мне нравится эта серия, пройду ее полностью, добью, но, возможно, сделаю какой-нибудь обзор, друзья, поэтому, если нужно, пишите в комментариях. Вот такой он получился, новый выпуск Баронского закупа, как я считаю, достаточно классненький, много разных, интересных сборников, игр, обновлений, каких-то уникальных игр, ну и к тому же, серия Зельда пополнилась новой игрой, которую многие хвалят, считают ее очень хорошей, и, в принципе, годная игра, тоже отправляется на полочку, ну как на полочку, я ее уже играю сейчас, картридж, я пока что только для ролика достал, заснул себя, так он у меня в консоли находится, пока прохожу я игру, и, можно сказать, наслаждаюсь, новой части Зельды, хоть и, как я сказал, в таком состоянии. Ну что же, друзья, вот таким получился новый выпуск Баронского закупа, очень надеюсь на вашу поддержку, друзья, потому что лайки, кто-то говорит, ну зачем ставить лайки, пройду дальше, ну, во-первых, это мотивирует блогера создавать новые ролики, и так и у меня, потому что, чем больше лайков, если ты понимаешь, что ролик нравится зрителям, и хочешь придумывать что-то новое и интересное, поэтому буду вам очень благодарен, давайте, конечно, наберем уже 4000 подписчиков, потому что подписчики набираются очень медленно, и поэтому очень бы хотелось, друзья, буду вам очень сильно благодарен, если вы подпишетесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали, рекомендуйте друзьям ролики, друзья, потому что, ну, такого контента, я считаю, картриджа регулярно, так, но никто не показывает на Nintendo Switch, потому что это достаточно дорогое хобби, потому что многие собирают, много я знаю людей, кто собирает игры на Nintendo Switch на физических носителях, но никто про них не рассказывает, не показывает свои обновления, коллекции, прям так регулярно, как делаю это я, поэтому я считаю, этот контент точно заслуживает вашего лайка, друзья, и подписки на канал, ну что ж, друзья, увидимся с вами в следующем ролике, всем удачи, всем добра, и пока!